Друзья, привет! Моя замечательная подписчица Елена в комментариях к одному из моих видео обратила моё внимание на тот факт, что Фипи и Мария Валерьевна Вербицкая не предоставили никаких данных по количеству 100-бальников на ЕГЭ по английскому языку в 2019 году. Да, действительно, мы с вами не знаем, сколько выпускников сдали ЕГЭ по английскому на 100 баллов в этом году, хотя по другим языкам эта информация есть и находится в открытом доступе на сайте Фипи. Так мы с вами знаем, что немецкий язык на 100 баллов в этом году сдали 5 выпускников, французский – 1 выпускник, по испанскому не было 100-бальников и китайский – 2 100-бальника. Но про английский язык не сказано ни слова. Давайте, как всегда, пойдём по порядку. В 2016 году мы узнали от Фипи, что 39 выпускников написали ЕГЭ по английскому на 100 баллов, а в 2017 году число 100-бальников значительно увеличилось, и их стало 59. Вот что по этому поводу написала тогда Мария Валерьевна Вербицкая. Доля и количество 100-бальников в 2017 году по сравнению с 2016 годом несколько увеличилось. 59 100-бальников в 2017 против 39 в 2016. Повышение доли 100-бальников может объясняться стремлением выпускников поступить на бюджетные места в ведущие вузы страны, где проходной балл ЕГЭ держится на уровне примерно 297 баллов и, следовательно, повышенным вниманием к изучению английского языка. Я могу догадаться, что такие отличные результаты совершенно не порадовали Марию Валерьевну, а наоборот, очень её насторожили. Так как, напомню, уже на следующий год, в 2018 году, у десятков тысяч выпускников обманным способом были отняты баллы за эссе. И, как вы можете догадаться, именно с 2018 года Мария Валерьевна перестала сообщать о числе 100-бальников по английскому. По другим языкам, как я уже и сказала, информация и была, и есть в открытом доступе. Также здесь есть опечатка. Здесь, конечно, должно быть не 9 десятых, а 9 сотых, но опечатки и отсутствие внимания к деталям уже стали отличительной особенностью стиля Марии Валерьевны. Итак, в 2019 году мы опять не получили никакой статистики по 100-бальникам по английскому языку. Почему? Очевидно, что стараниями ФИПИ за последние два года количество 100-бальников по английскому языку значительно уменьшилось. И ФИПИ считает, что мы просто не заметим, если они перестанут опубликовывать статистику по английскому языку. Мария Валерьевна, не хочу вас огорчать, но мы заметили и очень надеемся эту информацию всё-таки получить. Дорогие друзья, если вы вдруг владеете достоверной информацией по количеству 100-бальников по английскому в 2018 и в 2019 годах, пожалуйста, дайте нам знать, пишите в комментариях к этому видео. И, как я уже говорила, только оглаской мы можем обезопасить наших дорогих выпускников, поэтому, пожалуйста, делитесь этим видео, и мы с вами вместе будем следить за деятельностью ФИПИ, Рособорнадзора и Марии Валерьевны Вербицкой и требовать от наших чиновников качественно выполнять свою работу. А я вас всех скоро увижу. See you soon. Bye-bye.